Генеральная прокуратура отклонила запрос Андрея Настасы о возбуждении уголовного дела по факту узурпации власти. В пояснении сказано, что решение принято в связи с отсутствием состава преступления. В то же время парламентская комиссия по расследованию банковского мошенничества в ту же прокуратуру направила запрос о возбуждении уголовного дела в отношении некоторых чиновников, в том числе бывшего премьера Юрия Лянко. Иными словами, пинг-понг депутатов и прокуроров продолжается. Но в то же время любому ясно, что вечно так продолжаться не может. И потому перед каникулами новая коалиция намеревается сделать рывок и решить ряд надоевших проблем. Вы смотрите Дело Принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Дело Принципа. Попытки Пуча. Правда, господин? Да, это правда. Вот скажите мне, пожалуйста, пока вы там расследуете свои комиссии, наверняка общаетесь с людьми, прокуратура вам говорит нет. Как вообще к этому отнеслись члены комиссии, когда вы сегодня узнали об этом решении? Мы посмотрим, что скажет прокуратура, когда комиссия составит рапорт расследования, представит его парламенту. Парламент ознакомится с этим и направит в прокуратуру. В том числе с конкретными доказательствами, с конкретными, скажем так, потому что мы за все это время заслушали очень много чиновников, то есть разных. Мы начали от МВД и закончили конституционным судом, то есть телерадио и очень много других структур. Мы уже как бы заслушали, допросили, узнали очень много хороших вещей. Правда мы не делаем это у нас между членами комиссии, скажем так, не то что договоренность, мы сразу принципиально, чтобы не навредить вот некоторым, скажем так, моментам следствия, да, мы решили пока прессе ничего не говорить, потому что, ну, скажем так, виновники тоже не дремлят и следят за событиями, да. И, да, дабы не помогать виновникам. Вот так, из таких побуждений. Потому что, ну, у нас есть очень хорошие коллеги, вот, к примеру, Владимир Иванович Цуркан, у него очень хороший опыт вести какое-то определенное следствие, да. Ну да, он следователь, еще по образованию, да. Следователь, причем был по особо важным делам, очень богатый опыт, и мы, в принципе, приняли правильную позицию, не разглашать. Могу вот, ну, я только не... Можно, если можно, вот, все-таки состав преступления и мотив, вот, вот, узурпация власти, вот, вот это присутствовало? Конечно, присутствует. Можете пример один привести? Чтобы вот так вот генпрокуратура всех за идиотов не держала. Простите за слово, идиоты, конечно. Ну, к примеру, мы заслушали господина Китурага, Пичекокса, который обязан был возбудить, возбудить уголовное дело. Он сказал, ну, я как бы видел и не видел, начал, ну, как бы, получше выразиться, включать дурочку, да. Ну, ничего не помнит человек. Мы даже где-то подшучивали, как он работал в прокуратуре с такой памятью, бог его знает. Но есть очень много факторов. Людмила, я не хочу просто давать подробности, я понимаю, что это для вас, как журналист, интересно. Ну, да, конечно, нам надо все интересно, вы понимаете, да? Но я просто не хочу навредить следствию. Объясню, почему. Потому что мы ловим на тех моментах, когда дают показания друг против друга, да? Вот так, этим сейчас они занимаются. На этих моментах ловим, и это все будет, все это, скажем так, есть определенная процедура. Мы все это пишем, да? Мы предупреждаем тех, что вот те, которые приходят к нам перед комиссией, мы говорим, уважаемый, такое-то, вы находитесь перед комиссией, чтобы вы знали, все это пишется, документируется, чтобы вы потом не говорили, что этого не было или ничего не говорили. Все абсолютно протоколируется, ну, как положено. Поэтому шаги конкретные уже есть. Правда, есть один, скажем так, нюанс, один минус. Мы не ожидали, что будет такой поток и такой объем работы просто. Просто цепь слишком длинная. Мы представляли ее чуть уже, скажем так, но она намного длиннее. Возможно, мы придем с инициативой, то есть комиссия придет с инициативой, чтобы продлить чуть-чуть хотя бы на месяц работу комиссии. Потому что сейчас еще нам усложнило задачу еще лето, сезон отпусков. И сразу после этих событий июньских кто-то в срочном порядке заболел, кто-то в срочном порядке поехал в отпуск. Причем очень много актеров, которые могут рассказать, скажем так, комиссию, очень хорошие вещи интересные, но которых, к сожалению, нет и в стране и не можно найти. Ну, на самом деле, очень интересно, когда они будут рассказывать нам эти вещи. Господин Боля, знаете что, когда люди пытаются анализировать то, что происходит, то есть и такая версия. Прокуроры, когда выдают вот эти свои решения, что состава преступления нет, какой узурпации вы говорите, они просто-напросто не боятся, что новая власть, она докопается до правды, что она полна решимости довести это дело до конца. И невзирая на титулы и ранги, виновные непременно будут наказаны. Вы ведь слышали наверняка и эту версию. Мне интересен ваш комментарий. Более чем уверен, что они все будут наказаны, они идут в два банка. Знаете, вот есть такая игра, им нечего терять. И тот сам факт, что генеральная прокуратура не возбудила уголовного дела сами по себе, чтобы расследовать факт узурпации власти, они должны были сами начать расследование, расследование, учитывая то, что в парламенте было объявлено, что проголосовали депутаты, большинство депутатов проголосовали и объявили о том, что у нас был факт узурпации власти, есть комиссия. Григорий, наверное, тяжелее сейчас говорить, потому что у меня есть секретность всей вот этой информации. А из того, что есть на поверхности, мы 8 июня проголосовали за новое правительство. Должна была произойти передача власти. Они до 14-го числа не уходили. Мы помним, как Конституционный суд голосовал какие-то свои законы, принимал какие-то решения, что-то отменял, что-то... То есть сама по себе генеральная прокуратура должна была начать расследование. Ну вот не начала. Вот это доказало бы тот факт, что... Вот помните, вот мы тоже у вас здесь в передаче говорили о том, что в Молдове 650 прокуроров. И безусловно, они не все являются коррупционерами, и безусловно, они не все являются там кем-то там со злыми намеренными или плохо настроенные люди, или плохо образованные, или плохо воспитанные. Оказывается, вот берем генеральную прокуратуру, но там нет хороших людей, которые бы любили и уважали Молдову, которые любили бы и уважали законы республики Молдовы. Потому что, на мой взгляд... То есть вы полагаете, что они так поступают, потому что они не любят страну и не уважают законы. Да. Да. И нам придется, безусловно, им это доказать. Поменять многие из них. Я думаю, что они должны были сами начать расследование факта узурпации власти. И прийти перед всей страной, и парламентом, и всеми... Вот перед всей страной. И доказать нам обратное, или же доказать то, что она была или не была узурпации власти. А не то, что мы видели на самом деле. Ну, мне кажется, что, понимаете, говорят, что есть такая хорошая поговорка. Люди ведут себя ровно так, как мы позволяем им себя вести. Да? В отношении нас. Вот в отношении... Вот секундочку. В отношении этих прокуроров. Вот тоже получается, что они не боятся, что завтра поменяется исполняющая обязанности генерального прокурора. Человек, который придет, по идее, да, как вот вы говорите, и вы говорите, он придет уже, значит, в парламент и сможет запросить и снятие иммунитета, и многие вещи, да. Вот почему они так себя ведут? То есть они не боятся, что это на самом деле будет, или что? Они боятся, на самом деле они боятся. Они просто идут в банк, они играют до последнего. Они играют. Так, поняла. Я просто, ну, так перелистал события, вы просили пример, ну, этот пример уже точно не навредит следствию, потому что мы уже, кого надо, уже как бы заслушали. Вы говорили о факте узурпации власти, да? Да. Вот я могу привести простой пример. 9 июня в 19 часов вечера Плохотнюк лично поехал в Министерство обороны. Генеральный штаб собрал всех офицеров, всех командиров воинских частей и отдал приказ не пускать новых министров и депутатов большинства на территории Министерства обороны. В том числе, ну, больше всего был сделан акцент на нового министра Войку. То есть никак его не признавать и не выполнять его приказы. То есть лидер партии запросто отдает, да, отдает поручения в министерство. То есть для нас это вопрос в качестве, кого он туда поехал и давал указания. Это что значит, что я, он же такой депутат, как и я, как и господин Болин. Как и мы все. Да, как и мы все. В качестве, кого он отдавал там вот эти распоряжения, говорил о политике. Министерство обороны, оно вне политики и должно быть, и оставаться всегда вне политики. А вот, вот, вот это один из примеров. Хороший пример, на самом деле. Пример хороший, хотя многие вот обращаются к подразделению Фулджер. Говорят, вот они же занимали в том числе, я не знаю, вот это правильная информация. Эти здания, да, вот подступы государственные, к министерствам, вот. То есть говорят, что это, а эти люди напрямую в подчинении к самому господину Настасе. И, очевидно, если провести какое-то расследование, да, с тем, чтобы не ждать, чтобы только генпрокуратура, а на уровне министерства, возможно, дело сдвинулось бы быстрее. И такая версия. Ну, на уровне, к примеру, на уровне МВД очень много внутренних расследований. Мы сделали очень много запросов. У нас, вот, я всегда говорил, и я всегда пользуюсь случаем на передачах, я прошу всех, у кого есть информация, которая связана с этими событиями, в анонимной форме передать нам, мне лично, там, через разные приложения, неважно как, хоть голубя, хоть голубя Мусатова, да, но оно работает, да, люди начали давать нам информацию, то, что очень сильно нам помогло вот раскрыть некоторые моменты, которые мы не знали, просто не знали, что они и даже в прессе не мелькали. Вот как не мелькал вот этот пример с Министерством обороны. Да, шокирующий, конечно, пример. В том числе подняли всех военных по тревоге. Мы там спросили одного генерала, которого мы там допрашивали, а какова была необходимость поднимать личный состав по тревоге? Вот поступил какой-то сигнал от СИБа, что вот какая-то опасность нападает кто-то, не знаю. Потому что есть программа, есть учение, да, вот по программе, вот поднимают по боевой тревоге, там, отдельная программа есть, но их держали по тревоге с 8-го числа по 14-й, непонятно за что. И это очень, очень показательно. Очень показательно. Я просто знаю еще много таких примеров, но, опять же, мы как бы, я привел в Министерство обороны, потому что мы их уже всех заслушали, там это никак не навредит. Я не буду больше настаивать, да, но хочу получить ваш комментарий в отношении того, знаете, злые языки еще говорят, вот если бы госпожа Санду в свое время не обращалась в Генпрокуратуру, вы слышали эту версию, да, с признанием факта узурпации власти господином Плохотнюком в свое время, да, то вот тогда этой ситуации бы сейчас не было. Вы как-то рассматривали это? Копались в причинно-следственных связях? У вас есть какие-то пояснения? Или это злые языки, вот так говорят и говорят? Абсолютно злые языки. Говорят впустую. Нет, мы не копались. У нас очень много работы, чтобы работать, мы не думаем так, что прямо сидим и думаем, что вот когда-то Майя Сан обратилась куда-то. Ну не так давно это было. И вот впоследствии получилось... Вы в курсе об этом, что было такое? На самом деле мы говорим о том, что была полная узурпация власти. Полная узурпация власти. И, к сожалению, оказалось самое негативное наше предполагание, то, что мы предполагали. То есть мы имели не только первого уровня, не только министры, а и государственных секретарей. И не только государственных секретарей, а и начальник департаментов. То есть и в прокуратурах, если смотреть так по ступеням, то мы имели людей, которые подчинялись друг другу, которых назначали по каким-то другим принципам, кроме на конкурсной основе и так далее и тому подобное. То есть это были люди, которые имели круговое поручательство, которые работали в чьих-то интересах. Мы знаем, в чьих это была или Демпартия, или лично координатор. И не как Республика Молдова, и не как закон, и не как интересы нашей страны. Поэтому, конечно же, то, что мы имеем на сегодняшний момент, это выглядит очень убого. И то, что Генеральная прокуратура делает вот эти шаги свои. Да, вы, кстати, о шагах. Вот они могут пойти еще дальше? Я думаю, что они не пойдут дальше. В отношении представителей новой власти. Могут они вот здесь какой-нибудь найти состав преступления? Пойдут дальше, нет? Без состава преступления? Я уже надеюсь, что на сегодняшний момент уже больше таких дел не будет, сфабрикованных дел без состава преступления. Потому что мы были свидетелями того, что в Молдове было огромное количество людей, арестованных, посаженных в подвалах, без никакого состава преступления. Это был такой очень печальный период. И это не так давно было. Я думаю, что на сегодняшний момент про это говорить вообще мы не можем. Но последующие шаги будут абсолютно легитимны от нашей власти. Очень трудно, на самом деле, придерживаться исключительно законов. Исключительно законов очень трудно. Но я уверен, что мы придерживаться будем и дальше. Исключительно законов и законных оснований. Будем делать все реформы, чтобы это было безвозвратно. Хорошо. Люди задают сегодня себе вопрос в отношении господина Лянко. Вот возбудит ли эта генеральная прокуратура уголовное дело против просто премьер-министра господина Лянко, если вот эти люди, по словам Адриана Анастасии, цитата, своими действиями еще раз доказали, что узурпация государственной власти проходила с их согласия и при их непосредственном участии. Конец цитаты. Ну давайте теперь думать, вот что это было. Мысль Анатасии. Людмила, во-первых, все должны понять, и те, которые разбираются, знают, щупальцы Плохотнюка, они еще в определенных структурах есть, в том числе и в генеральной прокуратуре. Расчистить все это, то есть сделать порядок в прокуратуре или потрезать вот эти щупальцы не так уж и просто, потому что они огородили себя в первую очередь законом. Они сделали практически себя неуязвимыми. На сегодняшний день легче снять с должности президента, спикера и премьер-министра, чем генерального прокурора. А просто прокурора так же сложно снять? Вот те люди, которые должны были вести какие-то дела и вели их. Вот вы, господи... Просто прокурора снимает... Да, просто прокурор. Просто прокурора снимает генпрокурор. Генпрокурор. Поэтому здесь все это дело замкнуто. Он царь в своем царстве, скажем так. Это как Виндия, это каста. Да. Это неприкасаемо. Сегодня сказали, у нас прокурорская республика. Вот многие приводили, скажем так, албанский сценарий. То есть, пример Албании. Он существует в мировой политике. Но это, скажем так, это прошлый век, вот этот сценарий. Да, можно все там объявить, сказать, что все плохие, вот мы такие красивые. Но в этом случае мы ничем бы не отличились от них, от прошлой власти. Поэтому мы выбрали другой путь. Законный путь. Да, он сложнее. Да, этот путь очень много головной боли дает. Потому что, чтобы применять определенный закон, нужно определенное время. Есть определенные процедуры. Нужно вот в первом чтении, потом подождать 10 дней для поправок. Потом второе чтение, подпись президента, промульгации, мониторала в ЧАЛ и так далее. Но мы иначе не можем. А тут скажут, ребята, что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Они и так нас обвиняют, что там, якобы мы микрофон отключаем. Но мы за закон, господин Овак. Мы сейчас находимся в рамках закона. В чем состоит ситуация? Что комиссия совершенно легально обращается в генеральную прокуратуру и говорит, посмотрите, у нас вот есть показания. Тех-то, тех-то, тех-то. Просто премьер делал то-то, то-то, то-то. Те же люди, власть поменялась в стране, а люди в прокуратуре те же остались. Те же абсолютно. Тогда зачем к ним сейчас обращаться? За исключением экс-генерального прокурора Харонжина, за исключением бывшего прокурора, начальника прокурора Печекокс, это прокуратура по особо важным делам, и за исключением прокуратуры антикоррупции, где там поменялись... Вот. А исполнители, те, которые исполняют обязанности, это из той же бригады, которые до сих пор работали. Вот Попа, к примеру, он приближенный Харонжина. То есть там... Ну понятно, для чего он его сам назначил. Там непонятно, кто хуже, этот Попа или Харонжин. Вот в чем дело. Ну, мы, конечно, можем там выйти с Народным и казнить его перед прокуратурой, да? Не надо. Но я тоже говорю, что не надо. Надо по закону, правильно? Поэтому мы это и делаем, в принципе. А то наши, к примеру, европейские партнеры скажут, ребята, вы что там, сдурели? Чем вы занимаетесь? По закону. Мы это и делаем. И, в принципе, на сегодняшний день наши, скажем так, коллеги из оппозиции и так кричат, что мы их там, не знаю, чуть ли не прищемляем их права, мы их терроризируем. И выдумывают это. Якобы мы терроризируем. Вот, к примеру, я когда услышал этого господина Чеботаря, что вчерашние примары из Дандюшана вышли, что их прессует кто-то, ребята, что с дуба рухнули. Ну, скажите, что они вас кошмарят. Они ведь сами так заявили, что они будут это делать. Господин Боля, в отношении господина Лянко, ведь он не один, это так вот фамилию нам сказали, так журналистам надо было хоть что-то сказать. Там ведь не только эта фамилия, понимаете, а в отношении чиновников достаточно высокого ранга. Как вы полагаете, когда в прокуратуре ситуация изменится, действительно есть шанс, что эти люди ответят по закону? Ну, конечно, и более того, даже если генеральная прокуратура на сегодняшний момент откажет в возбуждении уголовного дела по факту или какие-то другие действия предпримут нелегального характера, будут повторные обращения до того момента, когда все-таки начнется уголовное дело, когда поменяется прокурор, когда прокуратура начнет работать. И, конечно же, все наши граждане, граждане Молдовии устали от всего того, что происходит в Молдове. Вы помните, я всегда говорю, что это происходило на протяжении 30 лет. Люди устали от всего. И поэтому они ждут очень быстрых результатов. Их невозможно дать, их очень быстро. Потому что существует огромное количество законов, и существует порядок применения всех вот этих законов. Поэтому невозможно быстро. Вот в одночасье. Вот так делать и что-то поменять тоже невозможно. Потому что нам тоже хотелось бы, чтобы иметь генеральную прокуратуру. Потому что мы до сих пор обращаемся, получаем петиции. Ну, наконец, только сегодня вот уже господин Шора в розыск. Национальный, правда? Национальный, да. Это важно. Это важно. Но, видите, это уже шаг. Да. Вот это положительная сторона. Я думаю, что это титанических усилий стоило. А то он до сих пор был под домашним арестом. Да. До сих пор он, да. Я просто даже не знаю, как они смогли вот эту титаническую А вы понимаете, это какой прорыв. Это прорыв. Это практически прорыв. Даже не знаю, с чем сравнить. Это было бы очень смешно, если бы это не было про нашу Молдову на самом деле. Но это про нашу Молдову. Ну, и надо делать умозаключение. И, конечно же, надо все менять, потому что все на самом деле лежит на поверхности. Вот я сделала умозаключение, как вы говорите, после того, как прочла сегодня интервью президента и обратила внимание, что когда он говорил о заседании завтрашнем, вроде бы завтра должен состояться высший совет прокуроров, тот самый орган, который должен предложить президенту фамилию исполняющего обязанности генерального прокурора. И вот что говорит Игорь Николаевич. Если в предложенном кандидате не будет уверенности, президент имеет право отказать ему, а парламент выдвинет другого человека. То есть, понимаете, он дает тем самым понять, что все это может и не быть так гладко. Конечно. То есть, могут это быть какие-то такие ситуации, а в сроке время-то идет, господин Овак. Как вот вы с этой ситуацией? Людмила, в этом и суть. Вот мы когда изменили закон о прокуратуре, вот буквально сейчас на днях, ну на прошлой неделе, вот эти поправки дают право разным актерам разных ветвей. Вот есть институт президента, есть парламент, есть высший совет прокуроров. А раньше как было? А что бывает, если вот высший совет прокуроров никого не выдвигает? Вообще. А если он выдвинет господина попу? Замечательно. А они могут? Могут. И все понимают, что за попу никто не будет голосовать. Ну не знаю, как меня убеждают, что это как бы у нас в стране все возможно. Я не знаю, я вас спрашиваю. Поэтому, вот если отказывает президент, есть парламент, который приходит к единому соглашению, где-то обсуждают разные кандидатуры. Вот в чем плюс? Разблокирование ситуации. Разблокирование ситуации. То есть президент может отказать, а может и принять. Когда высший совет прокуроров выдвигает, то есть пресса, вы журналисты, гражданское общество, пускай они там обсуждают, кто вытащат все скелеты из КФО. Господа депутаты, не голосуйте, вот что он из себя представляет, что за сволочь и так далее, где замешан, какие преступления натворил. Вот в чем плюс. А раньше предложил я этого, ну хочешь, не хочешь, голосуй за этого, потому что этого предложили. И это неправильно. Я слушаю вас и думаю, это же до чего же мы дореформировались за все эти годы под руководством все-таки западных партнеров. Они настаивали все время на этой, мне понятно, почему они настаивали на этой реформе, она действительно была нужна. Ну вот вы представляете, до чего мы дошли, если мы сейчас на полной связи сидим с вами и обсуждаем эти Я с вами не соглашусь, когда вы говорите, до чего мы даже дошли с западными реформами. Западные реформы все очень хорошие, просто они всегда имеют молдавский колорит, наш национальный колорит. В данном случае мы говорим про партийный колорит, про нашу национальную особенность, когда мы подстраиваемся под какую-то партию, под какого-то лидера. И это очень плохо. Это не в интересах государства, потому что сами по себе все западные реформы являются очень хорошие и полезные. И их нужно воспринимать в букву закона, а не в букву понимания нашего молдавского менталитета. Знаете, мне всегда казалось, что это не национальный колорит, это воровство. Нет, это национальный колорит. Мне всегда казалось, что это не есть национальный. Мы, жители Молдовы, давали взятки. Кто брали? Другие жители Молдовы. Я лучшего мнения. Я все-таки не думаю, что это национальный колорит. Это коррупция, взяточничество и все остальное. Все-таки это немножко разные вещи. Но вы представляете, сколько мы лет реформируем эту прокуратуру, чтобы мы пришли к тому, к чему мы пришли. И сейчас начнем сначала. Что-то мне подсказывает. Законотворчество является живым процессом, эволюционным. Он всегда должен меняться от года к году. Должен соответствовать реалиям действительности Республики Молдова. Потому что все в мире меняется. Молдова развивается, все меняется. И поэтому от дня к ню. Это верно, но понимаете, как законотворческий процесс, но как-то все нужно делать вовремя и хорошо. Вот это довольно. Когда еще куча денег за эту реформу мы еще с разных организаций, извините, так мягко говоря, попросили. А получилось то, что получилось, вот это надо как-то... Вы же не можете согласиться? Потому что у вас же в передаче говорили о том, что наши же западные партнеры, приезжав сюда в Молдову, после того, как они видели, каким образом мы привлезли все эти реформы, они говорили, что это полная фиаско. И юридический, и прокуратура. То есть мы не можем говорить о том, что Молдова выполняла все наказы, вот мы эти реформы выполняли от и до, и в конечном итоге получилось плохо. Мы их выполняли по-своему, как мы хотели. Поэтому и получилось очень плохо. И поэтому я не думаю, что нужно приписывать вообще западным нашим партнерам какие-то из наших проблем. Это наши проблемы. Я с вами не соглашусь. Потому что мы будем смотреть на Запад всегда и сейчас требовать прокурора оттуда, например. Не, не, не поэтому. А почему? Не поэтому. Потому что при любой реформе, которая, ну, к примеру, Запад выделял какие-то деньги, не знаю, на реформу МВД, образно говоря, да. Они кроме денег выделяли своих экспертов еще, которые вот эти реформы делались под их чутким руководством. Ну, пофамильно известно, кто этим занимался. Да. Да. Я об этом и говорю. То есть, если где-то и наши, скажем так, эксперты где-то там начали вилять, то эти должны были говорить, ребята, давайте сделаем следующим образом. Делаете реформу, даем деньги. То есть, сделали хорошо реформу, даем деньги. Не сделали, ну, не сделали. Делаете хорошо. А они вначале потребовали поднять зарплаты с судьями. Да, какая реформа юстиции? Это неплохо, что подняли зарплату. Нет, опять же, не соглашусь с вами. Не соглашусь. Оказалось, что это не так и важно. Нет, поднять зарплату это хорошо, конечно, да. Но когда ты поднимаешь зарплату судье, который, ну, не знаю, работал там лет 15-20 в системе, он привык всю жизнь брать взятки и воровать. И тут мы какие-то наивные пришли и подумали, если мы ему поднимем зарплату, он откажется от взятки. Но это нужно менять полностью систему, да, то есть, людей менять в корне, то есть, полностью искоренить. Почему-то у нас не получается, правда, еще. Мы два месяца стараемся это делать, поэтому они вообще этого не хотели делать. Еще все впереди, иго с вами более. Я даже знаю, где раньше всего вам придется усилия свои приложить. Это когда будете голосовать за состав Конституционного суда. Вот сейчас проходил конкурс. Ну, господин Григорий, он с комиссией, они выбирают. Да, да, да. То есть, вы согласны, что это важный, на самом деле, этап. Это действительно очень важный этап. Вы знаете, мне не важно очень многое, но мне очень важно, что люди, которые сейчас, они проходят через эту комиссию, они проходят какие-то интервью, я даже не поддаюсь интересам, они представят в конечном итоге двух людей, которые мы должны будем в качестве депутата проголосовать, за которых мы должны будем проголосовать. Не, не так. Они просто предложат, но еще будет больше список. Вы не обязательно должны будете голосовать за этих людей. Не очень важно, что те люди, которые придут, будут профессионалами по-настоящему. Вот будут выполнять обязанности судей в Конституционном суде, вот как написано по закону. А мне важно, чтобы они не столько были профессионалами. В 15 лет должен быть стаж. В 15, да? Мне важна их репутация. Это безусловно. В том числе и по репутации. Там очень многие не прошли из-за репутации. Но может быть замечательный человек. Замечательно, что они не прошли по репутации. Но те двое кандидатов, которые вот уже озвучили их фамилии, они все согласны. Не буду сейчас я как бы брать на себя ответственность, как-то их характеризовать. Мы выбирали из чего было. Что это было. Мы же не могли привезти своих, к которому. Думаю, кто подал документы, тот и нет. Ну, вы понимаете, когда некоторых, один из этого списка, вот не скажу, кто, да? Ну, смотришь, он при всех властях, человек все время был при портфеле, понимаете? Он рядом там был, вот он все реформы на его глазах, все было. И сейчас вот давайте вот он хочет в суд. У меня, например, есть вопрос. И у многих есть вопросы, понимаете? Это получается, что как бы у нас такой состав, что новых людей-то, новых, хотим новых, господин Новак, а они не идут? Ну, тут, может быть, есть и, скажем так, вот эти строгие, четкие правила, да? Ну, есть очень хорошие молодые специалисты, да? Но у них нету, у кого 10, у кого 12. Нет опыта, вы хотите сказать? Да, потому что первый этап отбора, там было побольше досье желающих. А первый этап мы, скажем так, рассматривали документы, да? Считали, вплоть до месяцам, там, по трудовой книжке считали. С этого года по этот год работал в адвокатуре, адвокатом, с этого по этот в прокуратуре. Этот год преподавал в университете, да? И прям вот считали, считали, оп, вроде бы нормальный человек, хороший специалист, отличный специалист. Ну, нету 15 лет стажа, и все, и что с ним сделаешь? Не прибавишь же? Потому что мы объективны, как оно есть. Мы же не можем закрыть на это глаза, и кто-то нас обвиняет. Эй, ребята, вы что там натворили? У него же нету 15 лет стажа, а там в регламенте четко написано. Вот мы четко соблюдаем. И это все было заснято на видео, чтобы нас еще никто не обвинял в том, чтобы мы кого-то сделали судьей. Боже упаси, правда мы не транслировали в режим онлайн, объясню почему. Потому что условия, то есть одно из условий регламента, чтобы были одни и те же вопросы для всех кандидатов. То есть мы собрались за 15 минут до начала работы самой комиссии, и мы сами утвердили и предложили, какие вопросы будут. Не с вечера, а, к примеру, чтобы кто-то мог бы передать кому-то вопросы. Это хорошо, господина Вак. Если бы это было в прямом эфире, и все бы знали, что в прямом эфире, вы бы еще дольше, а не до 12 ночи сидели. Нет, объясню, почему не в прямом эфире. К примеру, первый не знал вопросов, а уже второй в прямом эфире узнал бы вопросы. И третий и так далее. Как в школе на экзамене. Ну да, мы из этих соображений. Только закончили конкурс, и мы сразу выложили полное видео. Поняла, госпожа Санду не любит, когда списывают, поэтому я все поняла. Почему так у вас долго это происходило? Я не могу не воспользоваться темой. Могу сказать, это было с 9 утра. Мы начали, то есть, ну, заседать мы начали с 8, а сам конкурс начался в 9, первый кандидат. И закончили мы где-то часиков, ну, где-то 9, да. Понятно, ну, мы о результатах будем судить уже, да, когда мы увидим, что парламент думает по этому поводу, кто и что скажет. Я не могу не спросить вас сегодня. Но не факт, что парламент проголосует, это не мы решаем, не комиссия решает, как решит парламент. Хорошо, на этой неделе стала известна фамилия двух, не побоюсь этого слова, самых главных претендентов на поздь генерального примара Кишинева. Потому что, да, вот я сейчас говорю, ну, я думаю, что вы сейчас господин Иван Чабан. Иван Чабан, да, знаю. Знаете, да? Господин Дозон говорил. Да, вот, и господин Анастаси не оставил все-таки своих, говорят, амбиций, пока еще пас свое слово не сказал, но это все обсуждают. Потому что надо голосовать. Как вы полагаете, как между ними отношения предвыборной кампании сложатся? Потому что от этого, согласитесь, очень многое зависит. Получается, опять, эти же люди на этих же выборах с той же решимостью, я предполагаю, будут бороться за кресло генерального примара. Как полагаете? Очень хорошо. Вообще, я придерживаюсь либеральных принципов. Один из самых важных либеральных принципов является конкуренция. Конкуренция. Я, как житель города Кишинева, я должен увидеть здоровую, хорошую конкуренцию взрослых людей, которые хотят выполнить в следующие 4 года должность примара города Кишинева. Города, который сейчас потоплен в огромном количестве проблем различного рода. Нет ни одной области и отрасли в этом городе, где был бы порядок, и было бы очень хорошо и замечательно. Поэтому я хочу увидеть хорошего профессиониста. Хочу увидеть человека, который разбирается в проблемах города, который говорит на «ты». Знаете, вот есть такая про канализации, про тротуары, про парки, про обустройство города, про все, что связано с этим городом Кишиневым. Поэтому пусть они подготовят свои программы. Я хочу увидеть количество намного больше, чем два кандидата. Их должно быть больше. Конечно, их должно быть больше. Потому что мы, жители города Кишинева, должны выбирать. Вы понимаете, мы должны выбирать. И у нас должен быть выбор. Поэтому должно быть огромное количество. Я призываю людей с хорошими программами, с хорошими амбициями, вступить вот в эту конкуренционную борьбу. И пусть победит сильнейший. И тот, который будет иметь команду очень хорошую. Потому что для меня важна и команда сама по себе. Я, будучи уже депутатом в парламенте, я понимаю, насколько важна команда, с которой ты приходишь в этот парламент. Это верно, да. Люди, с которыми ты работаешь. Чувство плеча, чувство лопки. Как вы полагаете, этот экзамен составляющий коалиции выдержать? Я думаю, что да. Потому что это взрослые люди. И борьба должна быть основана на здоровой конкуренции. И все. Спасибо. Ну, я думаю, это будет, по-моему, впервые в истории. Вот правый и левый кандидат, да, будут вести цивилизованный диалог и дискуссию. То есть не будет геополитики совсем, не будет вот этого всего. То есть для канализации она не важна. Конечно. Там, то есть русские танки, надеюсь, в этом... И румынский жандарм тоже не появится. На этих выборах. Но люди, по-моему, уже давным-давном ожидают такой батл профессионалов. То есть конкретно, не знаю, образно, вы даже журналисты, когда будут эти дебаты, да, конкретно, как вы, скажем так, вопрос капкан, да, как вы видите решение вот этой проблемы? Сразу же ответ. Если человек знает, он знает. Если не знает, он не знает. И все. Логично. Логично. Прям вот убедили. А когда приходят и начинают, что вы, ты ставленник Кремля, Бухареста, там, и... Ну, потому что про это проще говорить. Да. И последний вопрос, время наше вышло. Вот, смотрите, на самом деле получается, что 11 примаров сейчас ушли из Дандюшанского района, ушли от демократов. Да. И что говорит президент? Президент говорит так после этого. Вы знаете, как бы, а мы такие люди, как бы, уже новые власти, в принципе, не очень нужны. Я хочу у вас, господа, спросить, вы хотите завести новую традицию? У нас, в принципе, так было не принято. За примаров боролись. Если они не были в рядах этой партии, на них заводили уголовные дела, и все равно их затаскивали. Ну, или на худой конец подкупали. Тут уж кому как везло. А вы хотите от этого всего сейчас вот отойти? Да. Так получается? Мы уже отошли. И наши коллеги, насколько я знаю, тоже отошли от этого. Вы сейчас расстроили депутатов, демократов, потому что они-то думали, что у них есть шанс, а вы сейчас прям им всем говорите нет. Мы начали, в принципе, не от примаров, мы начали отказываться от депутатов. Так я об этом и говорю. А потом начали отказываться от примаров. Ну, мне даже сегодня звонили с одного района, там хотят опять же встретиться, поговорить. О чем говорить, если вы до вчерашнего дня были там, подписывали какие-то... Я понимаю, когда человека заставили, и боязнь это, ну не знаю. Это нормально. Это нормально. Я не верю, что есть человек, который не боится. Страх это на уровне генетики любого человека. Это когда даже, не знаю, кого-то пугают, не знаю, карандашом он автоматически ставит руку, это рефлексом, инстинкт самосохранения, как ни крути. Поэтому у примаров то же самое. Кого приезжали к стенке там и, скажем так, начали рисовать уголовное дело там на близких, на родственников, и ему не оставили выбора. Понятно, что где-то этого человека, где-то можно понять, где-то можно понять. А если это какой-то карьерист, оппортунист, который побывал во всех партиях, всем другое дело. То есть не нужно ставить в один котел всех, потому что мотивы бывают разные, людей нужно понять. Да, главное, чтобы у нас... Но относиться с осторожностью надо с ними. Чтобы не было, как у нас это принято, у нас все примары в какой партии, всегда в партии власти. Да, они не любят у нас быть в оппозиции. У демократов как было? Я помню, помните, когда было? Если можно, чуть-чуть быстрее, потому что мы из времени вышли. Мы всем селом вошли в демократическую партию, в том числе и батюшка. Хорошо, я благодарю вас за то, что мы с вами сейчас обсудили важные темы. Я хочу пожелать вам очень продуктивных, окончательных последних заседаний в этой сессии. И мы знаем, что будет и внеочередная сессия, поэтому я думаю, что нам еще... Сейчас с вами будет что обсуждать. Спасибо, что пришли. Да, отдых только снялся нам. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова